Свет, тебе микрофон. Привет, привет, спасибо огромное за представление. Спасибо, ребята, всем, кто смотрит, кому интересно. Очень приятно с вами находиться здесь. И, наверное, я бы хотела с вами впечатлениями поделиться. Сегодня был крайний день марафона возможности меня. И были ребята с разных уголков Земли. И на марафоне очень здорово чувствуется энергетика, очень здорово чувствуется, как люди, насколько принимают. И каждый марафон проходит абсолютно по-разному. То есть нет определенной информации. Каждая информация приходит именно под марафон. И настолько я сегодня от них зарядилась вот этим вот каким-то теплом. И у меня сейчас такое состояние, такое релакса какого-то. Вот поэтому, наверное, весь эфир такой у нас пройдет. Спасибо вам огромное, девочки. Жду, конечно же, отзывов, чтобы ребята посмотрели. И, конечно же, очень хотелось бы, чтобы многие ребята приходили и на марафоны, у кого нет возможности приехать, и на ретриты. Это не реклама. Ну нет, это как бы и реклама. Но это я еще повторю для того, что я очень хочу жить в счастливом, здоровом обществе. Но просто некоторые вещи в открытых эфирах я не могу рассказать, потому что люди не готовы. Но мне очень хочется, мне очень нужно передавать те знания, которые есть у меня. И они действительно, я вижу, что они нужны еще и другим людям. И для меня это очень важно. Конечно же, поэтому приглашаю вас и на марафоны, и на ретриты, где мы уже в одной атмосфере уже будем разговаривать по-другому. И как раз я сегодня ребятам рассказывала про запахи, что такое запахи. Запахи, наверное, нос – это наш мозг, можно сказать. И когда мы уже научаемся через… Я просто маленько-маленько, это кратенько сейчас расскажу. Через нос мы можем, через запахи мы можем воспринимать не только какого запаха какой предмет. То есть запах у нас имеет абсолютно все. И внутренняя структура человека, она имеет запах. Когда мы злимся, когда мы переживаем, когда мы радуемся, когда у нас что-то, какие-то процессы внутри нас бурлят, это всё имеет запах. И когда вы научаетесь это чувствовать, когда вы научаетесь слышать именно тот аромат, который исходит от вашего собеседника, то у вас такое ощущение, как будто вы всю жизнь знакомы. Потому что этот аромат, его не скрыт никакими духами, никакими там дезодорантами, отдушками, либо ещё чем. Этот запах вашей, он идёт из вас изнутри, из вашей клетки. Это запах вас самих, из чего вы созданы, из чего вы сотканы. И это великолепно. И как раз при личном общении на ретритах вот это вот и раскрывается. То есть есть аспекты, которые заложены в самом человеке. У него в каждом человеке есть какой-то потенциал. Не какой-то он огромный. И есть несколько направлений, чем он может заниматься и чем ему предназначено, что ли, предначертано. То, что у него есть большой потенциал в его роде, в его клетках. И когда ты через вибрационную волну, через нос чувствуешь вот эти вот каждую клеточку своего собеседника, тебе очень просто его направить в те состояния, в те ресурсные его состояния, в которых он может просто вау раскрыться. И это клёво. И именно вот поэтому я приглашаю ещё на ретриты, потому что личное общение его, конечно, не заменит ничем. Вот. Это такая маленькая ремарочка. И сегодня я хотела затронуть такую тему «Любовь из ума или зло духовное?» Почему я именно её начала затрагивать? Потому что вы, наверное, все знаете, что у нас есть несколько чатов, где ребята общаются. То есть есть чат «Школа автономии». Он абсолютно бесплатный. Там ребята делятся своими практиками по неедению. Какие у них, на каком дне, какие у них процессы идут, как облечить. Кто-то делится своими способами, как облегчить тот или иной процесс. И это клёво. И когда в процессе, вот когда мы раскрываемся, у нас раскрывается много-много наших черт, которые мы даже не замечаем. Я, конечно же, все эти чаты читаю. Отвечать я не успеваю, поэтому я делаю эфир. Мне в эфирах проще ответить сразу же на несколько вопросов. И читая чат, я вижу, как люди у нас проявляют любовь из ума. Что в моём понимании любовь из ума? У меня было такое тоже… У меня был очень длительный период моей жизни, когда я любила именно из ума. Когда мы делаем какие-то вещи, которые нам кажется, что это здорово сделать. Какие-то действия, какие-то высказывания, которые мы думаем, что это будет приятно тому-то человеку. Либо мы не говорим ему какие-то моменты, чтобы его не обидеть. То есть мы всегда решаем за него. Мы всё время думаем, ну вот я сейчас ему вот это скажу, ему будет неприятно, ему будет обидно. Это знаете, как мне мама всё время говорила, у меня эти слова прямо запечатались. Вот тебе человек сделал плохо, а ты ему сделай сто раз хорошо. И я жила этими принципами. Ещё такое она мне говорила, что словом можно убить человека. Поэтому прежде чем сказать, лучше подумай, а лучше вообще молчать, никогда не говори. Если ты видишь, что человек что-то там делает не то, не так, что-то не туда пошёл, промолчи, не говори. Не нужна твоя правда никому. Ну лучше помолчи, а то он вот как-нибудь воспримет это не так, и у него пойдут какие-то определённые процессы в его жизненном пути, что тебя это вообще не должно как бы касаться. Я очень длительное время молчала из любви, как мне казалось. Я стеснялась сказать не только кому-то, но я стеснялась сказать себе какие-то вещи, потому что я думала, ну зачем я это буду говорить? Зачем же мне это нужно? Или посмотрите, как в чатах. В чатах же у нас как говорят? Думай только о хорошем. Нужно замечать только хорошие вещи. Нужно делать только хорошие поступки. Нужно радоваться каждому моменту. Нужно это, нужно это, нужно это, нужно это. И когда человек начинает это делать, на первых этапах это здорово, это классно. Но потом такое ощущение, что он как будто бы вытягивает из себя всё. То есть когда ты искусственно начинаешь делать, во-первых, что происходит? Во-первых, ты поделил уже изначально на хорошо или плохо. А если ты живёшь в том мире, где чёткие границы, хорошо и плохо, то у тебя в любом случае появится какая-нибудь такая ситуация, которая будет интерпретировать данное действие как плохо, и оно тебе будет выстёгивать, потому что ты будешь через силу опять пробиваться в своё хорошо, в своё поле хорошести. И когда ты будешь пробиваться в своё поле хорошести, ты будешь очень много тратить ресурсов, не замечая вообще жизнь, не замечая, что происходит вокруг тебя. Ты будешь настолько поглощён в то, чтобы отследить свои мысли, чтобы они должны быть хорошими, отследить свои действия, чтобы они должны быть хорошими, отследить там ещё что-то. И ты всё время в слежке, не во внимании, это разные вещи, ты всё время в слежке за самим собой, ты всё время следишь, чтобы сделать всё по-правильному, чтобы сделать всё из ума. И твоя жизнь медленно проходит мимо тебя. Ты не чувствуешь жизнь, ты не живёшь её, ты не понимаешь, как оно почувствовать, как оно влиться в этот жизненный ручей, как получить истинное удовольствие, ненадуманное мыслью, потому что так надо и так хорошо. И вот с этими нашими размышлениями очень часто мы настолько уходим в не туда, что через какой-то период времени нас начинает выбивать. Выбивать в зло духовное. Это я так назвала зло духовное. Это когда ты уже настолько выдохся сам по себе делать вот эти вот хорошие поступки, что ты себе ищешь поддержку. Ищешь поддержку единомышленников, с которыми ты будешь творить добро духовное, душевное. Вы все будете такими божественными, лёгкими и замечательными. А почему это происходит? Потому что ты сам не справляешься, и ты понимаешь, что когда на тебя кто-то смотрит, ну как бы окараться уже не так приятно. И когда ты понимаешь, что ты идёшь не в удовольствие с самим собой, не в ладу с самим собой, а в хорошести из ума, на каком-то этапе тебе становится тяжело. И ты начинаешь искать эту поддержку, ты начинаешь искать те критерии, которые будут тебя держать в этой хорошести, в этой мнимой хорошести. И окружаешь себя единомышленниками, единомышленниками, которые пукают бабочками. Вот они там вырыгают сиреньками, и всё у них замечательно. И они все говорят, ой, вот это вот вообще, как он мог, как он мог, что это за человек, как у него вообще такие мысли могли прийти. Ой, а посмотрите, а этот как? А что он делает с детьми? А чем он их кормит? А как он их воспитывает? А как она относится к мужу? А она носит юбку не такой длины, да у неё вот, она там применяет косметику, она ногти красит, а она там ещё что-то делает. И пошло-поехало. И вот эта вот задушевная доброта, она переливается в такие, в такие диковинные сплетни, что иногда, когда я читаю, мне просто волосы встают во всех незагорелых местах. И я, наверное, вот этот диалог весь сказал, чтобы ещё раз напомнить и обратить, наверное, вот прямо внимание на то, что, ребят, когда вы начинаете делить на хорошо или плохо, вы всё время будете, во-первых, вам всё время нужно чётко будет держаться своих рамок и границ, чтобы, не дай Бог, не перевалить в плохо. И вы всё время будете в напряжении, вы всё время будете знать, что плохо всегда рядом, что плохо всегда в касаемой близости. и это забирает вашу жизнь. Вот это вот деление, оно забирает. И когда вы, наконец, осознаёте, что нет хорошо или плохо, что нет холодно или горячо, что нет плюс либо минус, когда вы это истинно осознаете, то тогда у вас будет жизнь, оно будет просто течь. И тогда у вас будет вот это вот чувствование любви, оно будет внутри вас. Вам не нужно будет его доставать, вам не нужно будет его показывать, вам не нужно будет его доказывать. Оно будет уже настолько… Вы и будете этим чувством любви. А когда вы будете этим чувством любви, вы никогда не сможете обидеть человека, потому что вы чётко будете понимать, что вас окружают только сильные люди. и вы не готовы их поддерживать в слабости своей лестью, что вы не готовы поддерживать в слабости своим каким-то отношением, которое вы напускное. Вы будете всегда правдивы. Вам не нужно будет перед человеком одевать маску, потому что вы будете абсолютно чётко знать, что вас окружают настолько цельные, настолько полноценные люди, которые готовы принять то, что вы видите в них, готовы это понять, почему вы это видите, готовы даже как-то над собой, возможно, проработать такое, наверное, корявенькое слово, готовы, наверное, как-то увидеть то, что вы увидели в них и почему им этот аспект не нравится. И когда они будут это видеть, когда они будут с благодарностью принимать каждое высказывание от вас, когда вы будете принимать с благодарностью каждое высказывание от кого-либо, то вы будете расширяться, вы будете углубляться, вы становитесь настоящим, открытым. И вам не нужно будет уже что-то доказывать, вам не нужно будет что-то показывать. Вы будете чётко понимать, что если кто-то бежит за вами и кричит, «Ой, ты вот так сделал нехорошо, ты вот это вот сделал, ты вот говорил вот так, а вот это вот так». Вы уже никогда не будете оборачиваться и говорить, что «Ты просто не так понял, я же говорил вот так вот». Вы будете чётко понимать, что у него сейчас этот путь. И это опять же не хорошо и не плохо. Просто он на этом жизненном пути, на своём жизненном пути, он стоит на своей тропинке. И пока он это не прочувствует, он не дойдёт до следующего этапа. Пока человек может обижаться на кого-то, он не проработал себя. Пока человек может высказываться в чью-то сторону достаточно негативно, он ещё не познал самого себя. И когда мы в этих процессах, это тоже замечательные процессы, нас накрывают эмоции в этих процессах. Потому что когда вы переходите на следующий этап познания себя, когда вы находитесь в себя, когда вы понимаете, кто я есть, где я есть и вообще что, почему и какие следующие этапы развития, как вашего аватара, так и вашей клеточной, всей модификации, то тогда у вас наступают другие моменты жизни, и тогда уже вот эти, тогда уже не эмоции вам правят. Тогда вы начинаете быть в моменте. Тогда вы начинаете быть в чувствовании. А что такое быть в моменте или в чувствовании? Когда мы живём чувствами, когда чувства растекаются внутри нас, мы всегда в моменте. Как только мы пытаемся эти чувства словить эмоциями, мы выходим и здесь, и сейчас. Потому что эмоции, после эмоций у нас идёт мыслеформа, после мыслеформы идёт мысль, и после мысли мы уже заходим к себе в ум. И как раз пока мы идём на уровне чувствований, чувствований нельзя описать, их нельзя рассказать, их можно только прожить. А эмоции можно рассказать, можно показать, можно высказать. Они яркие, они вот прям такие нахлынувшие, но эти эмоции, они существуют только в этой плотности. И когда мы уже осознаём, кто я есть, когда мы понимаем, что мы уже больше, чем эти эмоции, когда мы уже уходим в реку жизни, чувствования самого себя, то уже идут другие процессы. И это абсолютно клёвые процессы. И на каждом этапе себя мы, наверное, если мы будем кайфовать и отслеживать эти процессы, то наша жизнь будет более яркой, более насыщенной не только для нас, но и для нашего окружения. Не забывайте, что наше окружение точно так же питается и на такой же энергии идёт, как мы с вами. И когда вы в каких-то негативных ситуациях, когда вы во вранье перед самим собой, в хорошести перед самим собой, то это очень сильно бьёт по нашим близким, очень сильно бьёт по нашим родным и по нашим знакомым. И не всегда это заканчивается хорошо. Хотела вот такой диалог. Если есть вопросы, то я готова к вопросу. Если не будет вопросов, то я сегодня такой маленький эфир сделаю, а в следующий раз по Польше вам открою про уже поглубже, про другое. Нет вопросов, да? Ну, тема слишком простая, чтобы грузить тебя вопросами. Ой, ну это клёво, если для кого-то это очень просто, потому что мы всё время говорим, что вот это вот так просто, так просто, а в результате так и продолжаем жить в обидах. Продолжаем жить вне честности перед самим собой. Что? Ну, может быть, тут и есть, конечно, кто обижается, но тех, до кого я добрался, вообще не берёт. Сколько я издевался над сигналом, над всеми. Даже Чарли доставалось, сколько я над его прической шутил, все это выдерживают. Так что нет, тут люди крепкие. Но выдерживают, это уже другой момент. Выдерживают это, когда через силу уже у тебя там. Нет, я же не знаю, через силу или с юмором, но в общем и целом, я думаю, что здесь как раз собрались люди, люди, которые легко смотрят на все эти истории. Ну, здорово. Здорово. Если есть вопросы, то я готова ответить на вопросы. Может быть, не касаемо этой темы, может быть, какую-то другую тему кто-то хочет. У нас Макса хочет вопрос задать, подняла руку сейчас. Секундочку, где она, Макс? Это Максим, и Макс, и Максим. А, Макс, а у тебя же этот... А, все, вижу. Сделается с организатором. Макса, ты можешь говорить, включай микрофон. Можно, да? Всем привет. Сейчас Максу. Давай Максе уступим первой. Максим. Могу уступить. Я просто хотела уточнить. В хорошести для себя. Вот я не поняла немножко. Я просто позже зашла. А что значит хорошесть для себя? То есть для себя хорошее, для других плохое или что? А ты для других никогда не узнаешь, какая ты есть. Мы же только можем за других подумать, но мы же в голову к ним залезть не можем. И вот когда ты начинаешь быть хорошей для себя, значит, ты себя не принимаешь. Потому что мы для себя просто есть. Отсюда поподробнее. Ну, а кем тогда мне быть для себя? Собой. Собой. Вот какая ты есть. То есть не без оценки просто? Конечно, конечно. Вот как тебе хочется быть вот именно собой? Какая ты есть? Без оценочности, без масок, без какого-то пафоса, без того, что вот так вот правильно, так неправильно, так положено, так не положено. Когда ты начинаешь быть собой, вокруг тебя поле начинает быть тоже тем, какое оно есть. Когда мы начинаем себе врать, мы начинаем во лжи просто жить. А вот вокруг тебя бывают ситуации, допустим, каких-то конфликтов, ну или что тебе приходится, ну, кто-то, допустим, хотя просто рядом ругается. Есть такие у тебя ситуации? Или уже таких нету сейчас? Или что тебя кто-то хочет вывести на какой-то конфликт или на какой-то крик? Ну, у меня нет такого, что у меня кто-то хочет. Может быть, кто-то и хочет, но это здорово, что у него есть такие желания. И когда мне задают какие-то каверзные вопросы, я этому, наоборот, даже радуюсь, потому что при каждом каверзном, глубоком вопросе человек сам открывается в первую очередь. А так, чтобы кто-то передо мной там, ну, вывести на эмоции, меняется поле, и типа в твоем окружении уже не появляется никаких конфликтных ситуаций, никаких там, никакой руганий, ничего нет, все тихо, спокойно. Ну, я могу сказать, что меня могут вывести из себя только мои сыновья. Это да, мы их упустим. Больше. Мама сейчас поняла, о чем речь, конечно. Больше такого, чтобы там я в каком-то конфликте, но я, наверное, в конфликтах не участвовала. Ну, как минимум год, наверное, даже больше. Ну, понятно, спасибо. Я тоже в конфликтах семейных, когда жена с дочкой уроки делает, я из комнаты не выхожу, забаррикадируюсь и сижу. Да. Отстреливаешься, да? А вот вопрос такой вот, Светлан, а ты говоришь, хорошесть вот это, да? Блин, ну она это, да, бич, короче, мне кажется, у человечества, это хорошесть. А потом, когда это все назревает, это потом как выстреливает, как это, ну, всем прилетает. А вот эта хорошесть, да, как сказать, начало этой хорошести, оно вообще когда в человеке прорастает, или как, ну, с какого возраста, или это вообще, ну, начало вот зарождения эго, то есть как, когда, ну, в какой момент это? Ну, это в детстве же нам при, в детстве нам говорят, нам же вешают в детстве критерии, как должно, как не должно, то есть за нас уже все решили. Нам говорят, вот это вот хорошо, писать штаны плохо, на горшок хорошо, то есть нас уже с самого детства начинают делить. Вот покушал, скушал всю хашу, хорошо, там кошку за хвост дергал плохо. И вот нам все время говорят, это хорошо, это плохо. Нас все время помещают в качели, а потом мы удивляемся, почему мы вот на автономии не можем вылезти из этих качелей, когда мы перестаем есть и пить, потому что они обостряются. И это замечательно, если у вас есть качели, то значит, когда вы выходите на еду, у вас есть великолепная возможность только во время еды осмыслить те моменты, которые были вне еды. И это очень классно. Если вы будете осмысливать те моменты, которые у вас болтают вне еды, то вы зайдете в такие дебри и выйдете в такой депрессии, на таком зажоре, что вам просто потом будет, когда вы будете думать о следующих сухих днях, у вас просто будут мурашки бегать по всему телу. И это тоже очень важно. Ну, а вот можно, как сказать, на примере, вот просто, ну, например, вот ситуация такая, например, я выхожу, например, на улицу, ну, как, к дому, да, и, например, подросток, например, или там пятилетний, шестилетний пацан мучает кошку, например. Вот. И, например, мучает он, да. И как бы тут же оценка идет, что он плохой, кошка хорошая, например, да. Ну, то есть он, например, реально там палкой ее бьет. Вот. А дети, ну, кричат, например, не надо там, остановись. Вот. И как быть в такой ситуации, например, если я был сначала сторонним наблюдателем, то есть меня не было, да, в этой ситуации, я вышел и увидел, что вот есть такая ситуация, и что мне делать? Ну, как. Потому что сын увидел из окна школьного, что школьники вышли и начали пинать между собой, как мячик котенка. И мы его забрали. Что получилось? То есть я же не оценивала, хороший поступок у них или нет. Этот поступок для проживания их опыта. Он не хороший, не плохой. Это их опыт. Он им нужен на данном этапе для чего-то, для следующего развития какого-то определенного аспекта в них самих. И моя задача была просто им показать, какие они плохие, никакие они хорошие. А если здесь был центр этот котенок, то просто мне, как моя задача была показать им, что, ребят, вот смотрите, вот котенок не может защититься. Вот он тот, а тот. Что чувствует этот котенок на данный момент? А смогут они прочувствовать то, что чувствует котенок, или не смогут, это уже их поле, в которое я влезть не могу. И мне это незачем, потому что они в любом случае, если я им не дам вот этот опыт прожить с котенком, они в следующий раз этот опыт проживут с ребенком. Понимаешь? И тут, если мы будем оценивать, что плохо хорошо, когда мы идем в оцептечность плохо-хорошо, мы не даем другим прожить этот опыт. Мы уже изначально говорим, это плохо, туда не ходи. То есть мы изначально им перегородили это. То есть, получается, они должны проживать свой опыт, а ты проживаешь свой опыт, получается. Да, но ты должен им объяснять это обязательно. То есть ты не должен их журить. Не бороться с ними, да? Борьба порождает борьбу. Да, тут как бы даже не про борьбу. Смотри, вот еще такое вот. Ну вот у меня старший сын подросток, да, вот мне тоже сейчас у меня была женщина, она говорит, вот у меня сыну 15 лет, вот у нас такие тяжелые отношения, вот то-то и то-то, вот я ему так-то и так-то говорю. Я говорю, ну вспомни себя, это же бесполезно, вспомните себя вот в этом подростковом периоде. У меня сейчас сын в таком же периоде. Я с ним никогда не говорю на уровне ума. Я ему никогда не говорю, что вот это хорошо, вот это плохо. Вот это правильно, а это неправильно. Я ему просто говорю, я говорю, вот когда ты это делаешь, я чувствую вот это. Когда ты вот это делаешь, я чувствую вот это. И когда я ему говорю о своих чувствованиях, потому что чувствования-то они одинаковые, он уже понимает, что он хочет в следующий раз делать, чтобы я чувствовала, как его мама, он же меня любит, что он хочет сделать, чтобы я чувствовала вот так. У него уже автоматически складывается та цепочка действий, которую он будет делать. А если я буду говорить, вот так вот не надо, это неправильно, тогда он будет говорить, ну как бы для кого неправильно. Но вот вспомните нас. Вот я помню даже в детстве мама все время, шапку одень, в школу пойдешь, на улице холодно, шапку одень. Вот ты шапку одеваешь, потом выходишь, смотришь, в окна никто не выглядывает, за дом заходишь, шапку снял, волосы расчесал, и идешь моднявая. Все, в школу попер, вся наряженная. Пока мы не проживем наш опыт, мы не получим следующий. И вот нам нужно сделать, чтобы максимально корректно те люди, которые находятся в нашем поле, прожили свой опыт. А чтобы они прожили максимально корректно, мы должны разговаривать на уровне чувствования. На уровне головы мы никогда ничего не докажем, потому что где есть хорошо, мы переворачиваем эту ситуацию, и там есть плохо. Где ситуация плохая, мы ее раз, перевернули, и там есть хорошо. Понимаешь? Целостность в каждой ситуации есть. Ну да, я понимаю. Понял, спасибо за ответ. Вообще-то черные кошки все равно, что о ней думают серые. У меня бы сейчас самые сильные эмоции вызвал бы дождь, даже ли. А он вызвал бы у тебя эмоции или чувства? Попробуйте отследить. Вот когда вы знаете, что вам очень нравится, кому-то, я не знаю, там, завернуться в плед, попить горячего чая, кому-то посмотреть в окошко или погулять под ливнем, кому-то позагорать, кому-то искупаться. И вот пробуйте в моменте побыть в состоянии, либо вы в состоянии чувствования, и тогда это одно, вас будет просто полностью захватывать, либо вы в состоянии эмоций. И вот состояние эмоций – это то, что вы можете регулировать, это то, что вы можете там еще замечать, какие-то посторонние вещи, о каких-то бытовых вещах думать. То есть вы не будете в этой ситуации прелести. Вы будете все время в эмоциях, которые будут все время подгонять мысли. А если вы уйдете в чувствование, то вы насладитесь и будете, и получите истинное удовольствие от этого момента. Можно мне тут вопрос уже назрел? Вот вы говорите, что эмоции мы можем описать, а чувства, получается, мы можем только прожить. Верно? Да. То есть мы чувства не можем описать? Нет. По правде мы не можем. Мы все время, когда начинаем описывать чувства, мы уходим в эмоции, мы ловим эмоции, потому что чувства можно только прожить в моменте. Тогда как разговаривать на уровне чувств, допустим, тем же ребенком, когда мы не можем выразить эти чувства словесно? Смотри, мы не можем описать чувства, потому что как... Смотри, что такое чувства? Чувства – это в моменте, когда ты в моменте находишься. И когда ты начинаешь описывать чувства, ты их помнишь, какие они. Но ты, когда их начинаешь только описывать, ты уже переходишь на эмоцию. И ты уже говоришь эмоциями, а не чувствами. А когда ты говоришь ребенку, ты ему как раз эмоциями возвращаешь чувства. Понимаешь? Ты ему как бы даёшь понять, что я буду чувствовать. Ты же не чувствуешь это прямо в моменте. Ты ему говоришь, что я буду чувствовать. Если ты так будешь делать, если ты так будешь продолжать делать, я буду чувствовать вот это. Ты же знаешь, что такое для тебя чувства Просто когда мы в чувствах находимся Мы их для себя описать не можем Когда мы в чувствах находимся, мы живём жизнь прямо сейчас Как только мы пытаемся описать чувства Нас сразу же выбрасывают на эмоции Потому что чувства в моменте описать нельзя Их можно в моменте только прожить А описать можно эмоциями Это уже воспоминание о чувствах Понятно? Вот знаешь, у меня такой интересный вопрос Я так осознала, услышала такой момент Что нужно ориентироваться на свои чувства Что ты чувствуешь И исходя из своих чувств Как тебе хорошо поступать, действовать, говорить Либо молчать и так далее Верно? На уровне чувствования, да? Да, на уровне чувствования И получается, что в моей жизни В принципе, по большому счёту Мне всегда было всё равно На чужое мнение какое-то Которое, допустим, разногласие Конечно, мне было приятно Когда мнение с кем-то совпадало Либо его мнение того человека Совпадало с моим Ну, как бы я для себя подтверждала Что этот человек на моей волне То есть он меня понимает И мне было приятно Находиться в общении с таким человеком А когда Если человек, допустим, как-то критикует Либо как-то Ну, противоположно говорит О моих поступках, к примеру Либо о каких-то умозаключениях То, в принципе Ну, если это он говорит С позиции критики И больше ничего за этим не стоит Как только раскритиковать То мне всё равно На этого человека Что он говорит Это он говорит в первую очередь о себе У меня всегда такая позиция Но когда этот человек мне поясняет Ну, почему он так думает Что он со мной не согласен Раскладывает без критики и осуждения То я, конечно, рассматриваю его Вот эту речь Да, рассматриваю его мысли И, может быть, даже могу принять его позицию Да, осознать и принять И согласиться с ним Как бы понять В чём я, допустим, не права Но вот такой момент Мне просто интересно Откуда у меня Отвелось такой момент Как это вот Я не могу отследить Потому что Ну, я веду конкретный пример Вот когда муж выходил на эмоции И начинал оскорблять меня То у меня Вот что я проживала в этот момент Какие у меня были чувства Чувства обиды у меня не было Чувства агрессии на его слова У меня тоже не было Вот такое ощущение было Что мне просто мимо меня всё это летит Мне просто было такое понимание Что он от безысходности От того, что он кричит От того, что он Ну, он думает, что его не понимают И он каким-то таким вот думает Что вот грубостью Да, вот таким оскорблением Он донесёт то, что он хочет Как крик души у него Вот я вот так его рассматривала Всегда То есть у меня Я не обижалась на него Если, допустим, он придёт нетрезвым Там поорёт, покричит Вот это вот всякие гадости Он говорит То на следующий день Вот у меня вообще не обида, ничего Мне наоборот хочется ему Ласки, заботы Я не хочу разбирать там В зависимости, независимости от этого Ну вот просто такие ощущения у меня были Проживало Не было агрессии и злости Была агрессия и злости Что он себя гробит Да, там, выпитый приходит Сам факт того, что он выпил И перегар Но то, что он мне говорит в этот момент У меня не было никаких вот Отрицательных особо эмоций Нет Единственное, что когда вот Ну там, руку поднимают У меня просто такая защита была Не было страха, ничего В общем, о чем я А теперь сейчас Когда вот на протяжении всего времени Да, вот это систематично продолжалось Теперь сейчас Когда он начинает какие-то Говорить в мой адрес Нелестные слова Какую-то критику Необоснованную Все то же самое Он же как бы не поменялся вроде бы То меня начинает это Очень сильно задевать Я не могу понять Откуда Где этот тумблер В каком месте У меня он переключился Что я начала реагировать на это Вот внутри я прям реагирую Может быть потому, что Я реагирую Я просто рассуждаю сама с собой И думаю Может быть потому, что Дети это слышат И детям ставится Некая такая программа Да Но я бы не хотела Чтобы дети это все слышали С другой стороны Я думаю, что может быть Им и полезно Да, если они родились в этой семье И в такой ситуации находятся Может и не полезно Со стороны даже Это увидеть, посмотреть Ну как бы Мне не хочется Когда я просто Осознаю то Что если Мама унижает папу При детях То я считаю Не папу унижают при детях А их внутреннее Мужское А если идет наоборот То папа унижает Не меня А внутреннее Женское И когда вот этот Идет дисбаланс То ребенок не растет Он стоит на месте Морально И вот этот момент Меня очень трогает Уладить эти конфликты Я не могу Я тоже начинаю Ему Просто раньше Если я молчала То сейчас Я отвечаю Потому что От того, что я молчу Я сделала вывод такой Что это не работает Он Ну Он еще больше Говорит Там всякие гадости Еще Сугубляет Как только Начинаю ему отвечать Он уже В следующий раз Думает Он уже Не с такой частотой Это говорит Он задумывается Что ему не нравится То, что я отвечаю Ну потому что Я отвечаю А вопрос-то в чем? Вопрос в том Вопрос в том Почему Раньше мне было Все равно Я не реагировала Никак в принципе На вот это то Что На мнение его А теперь я реагирую Я вот это не могу Почему я сейчас Реагирую На мнение И стараюсь И старалась Сейчас Что-то переполнилось Уже Чего там? Переполнилось Аж терпение Не переполнилось Аж терпение Это Мы можем Называть это Как угодно Во-первых Тебе эта ситуация Очень нравится Потому что Если нам что-то Не нравится Мы из этой ситуации Уходим Это однозначно Во-вторых У тебя Чувство важности Этой ситуации Поменялось Ты сейчас понимаешь Что ты То есть У вас что-то Произошло Ты понимаешь Что теперь Сейчас Это важно Для тебя И вот ты С позиции Важности Уже смотришь По-другому На эту ситуацию То что касаемо Детей То что ты говоришь Детьми Мы Как бы Ну это как прикрытие Потому что Что бы ты ни говорил Для детей Мы в одном Информационном поле Со своими детьми Находимся До 24 лет Пока детям Не исполнится Поэтому все Что происходит Вокруг тебя Ты уже Заложила Ситуацию Для своих детей Что у них Будет такая же Семья Как у тебя Сейчас Будете вы Это показывать Им наружу Либо не будете У них уже Модель поведения Это есть Вы уже Ее С гордо Поднятой головой Несете Достаточно Длительное Количество Времени И вас Это обоих устраивает И то что ты Сейчас говоришь Вот раньше я Не там Реагировала Не реагировала Сейчас я реагирую Не реагирую Это твоя игра Тебе интересно В нее играть Если бы тебе было Не интересно В нее играть Ты бы уже Давным-давно Была в другом месте Тебе это все нравится Поэтому Реагируешь Ты или не реагируешь Это просто Ты Вы так Корректируете Условия игры Чтобы не заскучать Ясно Я уже ушла Переехала Но почему Тогда до сих пор Так Переживаешь За эту ситуацию Нет Я просто Тема такая Я просто Начала анализировать Почему так происходит Что Быть всегда Хорошим Не всегда Хорошо Для всех То есть Нужно Проживать Свои чувства То что ты хочешь Как в чувствовании Уходить Больше А не Ум Отслеживая Слава Капа Так Света же Говорит не про то Что быть всегда Хорошим Она наоборот Говорит Что эти качели Не нужны С чего ты взяла Что тут речь Про то Что нужно Быть всегда Хорошим И в первой ситуации Привет друзья И в первой ситуации Ты все понимала Ты все понимала И чувствовала Правильно Там все было Так можно было И все делать Интуиция классная А во втором Уже здесь Как бы Немножечко по другому Совсем все Я короче Съехала Я рада Ты съехала Наконец-то Да Да Ну ладно Давайте похвалим Шлава Капа Наконец-то уже То уже мы уже Всем Чатам год Или сколько это Все терпели С твоим мужем Вместе И с тобой И с детьми И с тобой У нас еще гости Ладно Хватит важности Добавлять Все Давайте переключимся Спасибо Да И ребят Слей Тут кто-то Руку поднимает Еще Слава Слава Капа Да-да-да-я Сейчас Сейчас Я опущу Сейчас Да Благодарю тебя Ты мне Прям Открыла Важность Создаем Верно Сейчас Все Убираю ее Благодарю Да Вот тут В ютубе Удалил Вадим Свой вопрос Я его не успела Зачитать Но там что-то Было По поводу Детей Как они В социуме То есть Я еще бы хотела Пояснить Что я же От социума Это я никуда Не отрекаюсь Я Не говорю Своим детям Что Вот например Вот это Не нужно делать Потому что Вам это Не пригодится Они у меня Четко знают Что например Вот Вот в этой школе В которой они учатся Ну в которой У нас большинство Детей учатся Да Среднестатистические школы Они мне прекрасно знают Что дают знания Не те Которые есть На самом деле Но они мне прекрасно Точно так же понимают Что это Социум И в одиночку С этим социумом Как бы Бороться Смыслу нет Вот сначала Ты достигни Определенных уровней Сначала Ты Узнай Что с чем Можно сравнить И начинай Действовать по-своему То есть Не через борьбу Просто я им это говорю И все А так они у меня Учатся в обычных школах Ходят в обычные секции Играют с обычными детьми То есть Все Все как у обычных детей Просто Единственное Что у нас Нет Нет скандалов У нас нет Недопонимания То есть Они мне рассказывают Какие-то Свои самые сокровенные Моменты Из своей жизни И для меня Это на данном этапе Одно из самых главных Приоритетное Когда дети доверяют Доверие В тотальном Ну да Ну что Благодарим тебе тогда Свет Раз Сегодня у тебя такая По-быстрому Давай тебя будем отпускать Вопросов нет Все раскрыло Прекрасно